На выставке, которая открылась в Брестской областной научно-технической библиотеке, можно увидеть четыре десятка рисунков юных художников со всего мира. Это призеры и победители международного конкурса, который проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2015 года. Дети из Белоруссии, России, Польши, Германии, Австрии, Венгрии и даже Лихтенштейна видят профессию спасателя пожарного одинаково – престижной, мужественной и благородной. Количество участников в разные годы было разное, но всегда это несколько сотен человек. Жюри конкурса нашего традиционно возглавляет председатель Союза художников Брестской области. Сейчас это Николай Петрович Кузьмич. Поддержку нашего конкурса – знаменитейший белорусский график Лев Алимов, Лев Борисович Алимов, но это величина мирового уровня. Это свидетельствует о том, что эта деятельность представляет определенный интерес. Не меньше интерес вызывают и другие экспонаты выставки. Научно-техническая и историческая литература, марки, патенты на изобретение пожарно-спасательной техники 17-19 века многих стран и различные документы из личного архива Брещан. Вот, в частности, мое личное удостоверение члена пожарной дружины юношеской 70-го года. То есть в те годы, будучи старшеклассником, в школе нас привлекли к обучению, тушить пожары, принимать участие в соревнованиях. Почему выставка проходит у нас, в библиотеке? Это тоже наша тематика. Вопросы безопасности пожарной службы, научные эксперименты, которые проводятся, изучение литературы. И здесь, когда можно посмотреть, у нас представлена выставка. Выставка научно-технической литературы по истории пожарной службы Брещены. Города нашего есть издания. Есть издания, которые патентная информация. Невозможно пройти мимо коллекции Брещанина Сергея Петровского, в которую входят более двух десятков настоящих рабочих касок пожарного спасателя различных стран и эпох. Из всей коллекции особо выделяется вот такая каска времен СССР 40-х-70-х годов. Дело в том, что это каска начальника пожарной службы. У всего личного состава были типовые каски зеленого цвета. А вот начальник, чтобы выделиться, относил ее к мастеру, анодировал, никелировал и хромировал. Ну а те, кто захочет узнать об экспозиции немного больше, а также примерить каску на себя и сделать селфи, ждут на выставке до 19 августа. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.